Всем привет! Это новости Турции. Сегодня немножко о политических новостях, социальной жизни, что у нас здесь происходит. Кто впервые наткнулся на подобное видео на просторах YouTube, я напомню, что я просто перевожу на русский язык новости, актуальные темы в стране, чем живет здесь общество на русский язык, и вам об этом рассказываю. Обновленная информация по поводу вид нажительства. Сейчас очень много отказов. Если вам по каким-либо причинам отказали в виде нажительства, сейчас вы, кстати, стали чаще давать на полгода, не на год, это не как раньше, а на два. И если вам пришел отказ, то в следующий раз подаваться можно через 6 месяцев. Подаваться в ближайшее время, снова собирать набор документов, это просто трата времени и денег. Скорее всего, у вас будет снова отказ. Следующую заявку для положительного, скажем так, одобрительного рассмотрения можно подавать через 6 месяцев. Я не знаю таких дел. Я видела в интернете информацию, запросы людей, типа, дайте адвоката, как оспорить решение и так далее. Я вообще такой практики не припомню, про ВНЖ живу здесь очень много лет, чтобы благодаря юристу, вы, например, судились с государством и получали ВНЖ себе, ну, какая-то странная вообще история. Если есть такие кейсы, вы знаете о таких ситуациях, пишите в комментариях, очень интересно будет, почитайте, познакомиться. Но лично в моем опыте таких историй я не встречала. Недавно было выступление одного министра по поводу ВНЖ, и он сказал, что ВНЖ на 6 месяцев, потому что мы вам даем время о 6 месяцев подумать и понять, что вам здесь делать. Хотите вы здесь остаться или вы хотите уехать, определиться со своими планами. Может быть, вы хотите вернуться к себе домой, поехать в третью страну, то есть полугода. Почему теперь на полгода ВНЖ? Ну, потому что это достаточный срок для человека, чтобы определиться о его нахождении. Если вы хотите остаться в Турции, да, вы там дальше подаете документы, проделяете свои ВНЖ, получаете новые, остаетесь, например, в стране. Также скажу, что для тех, у кого есть история по ВНЖ, то есть вы не первый раз получаете, продлеваете, там, конечно, все гораздо в плане проще, одобрение вашей заявки. Они всегда смотрят, только на каждого есть вот этот картотек, карточка, как вы въезжали, выезжали из стран, все это в базе держится. И далее по поводу новостей, что у нас интересного. 13 октября отдали на подпись закон, обсудили, это очень обсуждалось по телевизору. Отдали его на подпись президента, ну, считаю, что все, закон принять. Инициатором этого закона была партия президента. Естественно, он будет подписывать. Ну, в общем, были дебаты и дискуссия. Закон о фейках в Турции тоже теперь есть. С уголовным наказанием до трех лет лишения свободы за распространение фейков в интернете. Что является этими фейками и кого можно наказать? Я объясню простым доступным языком. Это касается СМИ, журналистов и просто пользователей сети интернет, любых социальных сетей, которые публикуют информацию, которая не стыкуется, противоречит официальной позиции правительства. То есть это касается, там, кстати, указано медицины, социальной, политической жизни и внешнеполитической жизни страны. То есть какая-либо критика, какое-то мнение, высказанное в разрез, скажем так, какие-то статистические данные, цифры и так далее, неофициальные, они могут назваться фальшивыми, фейковыми, если это можно будет доказать, что это опровергнуть, да, их каким-то образом легальным, назовем так. То есть, простой пример из головы приведу. Например, вы говорите, пишите в социальной сети, это обычный пираж на касайте, или вы СМИ-журналисты, вы пишете, что вот, у нас вспышка, например, ковида или еще чего-то, какой-то неизвестный, например, вообще болячки и вируса, и у нас в стране очень массово болеют люди. Вот, например, есть статистика официальная, например, да, но названия этому как эпидемия или еще чего-то нет. Ответ официально, а вы говорите о том, что вот, смотрите, вот такая статистика, такое-то количество заболевших, это уже говорит, типа, условно это уже можно назвать эту статистику как эпидемия, и публикуете такое, да, люди все напугались, о, боже, у нас опять эпидемия, правительство у тебя сайт на три года, на тебя заводят уголовку за то, что ты назвал эту статистику, которая может быть официальной, по какой-то болезни назвал ее эпидемией, это фальшивка. Государство этой эпидемии, даже если там суперцифры, подходящие под статистику эпидемии, не подходят, государство этой эпидемии не назвало, ты не имеешь права это писать, ты дезинформируешь. Можно сказать, ну да, правильно, нельзя же фейки всякие публиковать и условно людей дезинформировать, вносить смуту какую-то и так далее. Но не забываем о том, что у нас выборы в июне, и это просто прекрасный элемент, закручивать гайки, затыкать рот неугодным, и можно будет пересажать абсолютно всех, кто кто-то против чего-то, подловить абсолютно на все, можно со всем, что не с, скажем так, идет в унисон, что идет в разрез с официальными госорганами, когда они что-то официально публикуют. Короче говоря, притянуть можно все вообще за все и сказать, что ты наврал. Это касается социальной сети, простых людей, граждан, официальных СМИ, журналистов, вообще всех, вот эти вот фейки. И если это распространено в какой-то соцсети, я часто вообще из России сейчас такие слушаю, чувствую, о, дежавю, мы где-то это слышали в этом году, мы что-то такое уже знаем, да, да, то же самое, немножко более лайтом в варианте, но суть одна и та же. И если это в соцсети какой-то, типа неоднократно, систематически это проблема с эту соцсеть, можно заблокировать, закрыть к ней доступ в стране, потому что она публикует фейки, не фильтрует согласованную информацию с правительством страны. Меня здесь лично, скажем так, удивило, и не то, чтобы удивило, а заставило задуматься такой пунктик о и внешней политике страны, то есть успехи на внешней арене. Это касаемо, если кто не задумывается, о чем? Торговля, социально-экономические связи, политические войны различные и так далее. То есть, если что-то произойдет, какой-то вооруженный конфликт, нападение или еще что-то с турецкой стороны, с кем-то, что-то, а я напоминаю, что у нас там сирийский вопрос подвешенный, и подвешенный на данный момент конфликтный вопрос с Грецией непонятный, право по этому поводу думать, публиковать, ну, для меня вообще ничего не нового, потому что в России все то же самое весь этот год происходит. Но все здесь напряглись, здесь активно выступали на эту тему, дебаты были в парламенте, ну, короче говоря, закон все равно прошел, за него все равно проголосовали, так что один из депутатов, когда были дебаты на эту тему за трибуны официально, он разбил свой телефон мобильный и говорил такие слова. Вот это видео разлетелось по всем телевизионным каналам, не забывайте, кстати, у нас есть оппозиционные каналы в Турции, дебаты оппозиционные, еще здесь все это существует, если что. Короче говоря, в общем, это видео обсуждалось, даже в телевизоре всем это показывали, он разбил телефон с криками, молодежь, всем, кому по 18-19 лет, кто в этом году пойдет на выборы, вы должны понимать, что этот закон закрывает вам рот, не будет у вас будущего, и когда мы, условно, демократы придем к власти, мы этот закон отменим, типа, условно, не переживайте, это ненадолго будет. Ну, вообще, у нас, в принципе, теперь любые социальные катаклизмы, трагедии, все, что в стране происходит, все это носит политический окрас, это всегда политическая борьба, куда ни плюнь, чего ни коснись, все про политику будет, потому что у нас выборы грядут, и оппозиция, у нас есть реальная оппозиция, 50% зо, 50% это оппозиция, там, демократия, либерал и так далее, 50% это партия, правящая в данный момент Эрдогана. Оппозиция живая, настоящая, то есть не фальшивая какая-то для вида, в общем, поэтому борьба происходит, все это имеет политический окрас. Официально недавно политика у нас тоже здесь проявилась, подорожало молоко, ну, в принципе, подорожание опять продуктов, у нас будет инфляция, вся история, молоко на одну лиру. Блин, два дня по телеку всю эту тему обсасывали, все это активно обсуждалось, мусолилось, несчастное это молоко вылилось в прямом смысле, да, в политические обсуждения. Ну, а если не о смешном, а трагедия, у нас была здесь трагедия на шахте, был взрыв, завалило шахтеров, больше 40 погибло, вообще под взрывами были больше 300 человек, и это все мужчины среднего возраста. Ой, это была, конечно, трагедия, все страна была в шоке, все это обсуждалось, естественно, это тоже заняло сразу политические какие-то позиции, эту тему начали спекулировать, обсуждать. На второй день, как это произошло, на место приехал Эрдоган, президент страны, пообщался, там, пособолезновал, сказал, мы примем меры, мы там делаем выплаты, поддержку семьям, которые остались без кормильцев. То есть не забываю, что в Турции хорошая рождаемость, по двое, по трое детей в семье, и очень часто женщины там не работают, домашние женщины, да, домашние, переводится с третского языка, и поэтому они остались, по сути, без кормильца, с детьми, короче, тяжелая экономическая ситуация в всяких семьях. И тут же, на следующий день, уже приехали оппозиционные демократы, тоже туда, пожали всем ручки, пособолезновали и начали тему подсажать. Но я вот честно скажу, абсолютно справедливо, и об этом нужно думать, не деньги, как, цитата, да, зашвыривать, когда это произошло, людям выплаты давать, а не надо было их политика, риторика идет о том, что не надо было менять законы, смягчать в пользу добытчиков полезных ископаемых, да, и владельцев шахт, короче, ресурсов и так далее. И тем самым у них меньше там наказаний, они не соблюдают технику безопасности, а это чистая техника безопасности, когда произошел взрыв в шахте, и наказывать нужно вот этих руководителей вот этого бизнеса. Ну, опять же, это все выкрытили в политическую сферу, ну, по сути, так все и происходит, да, у нас, кто говорит, политика меня не касается, я политичный человек, блин, простите, политика, она здесь вообще, ты пока живешь в социуме, не, скажем так, вытащил себя и не живешь где-то в тайге, в лесу, вдали от социума и социальными благами, светом, там, водой еще чем-то не пользуешься, а природным, естественным, то ты, конечно, тогда вне политики, но если ты живешь в социуме в городе или даже в деревне и так далее, в обществе людей, то у тебя политика, она есть везде, это твои цены на продукты, это твой газ, это твой свет, это, не знаю, начальство твоей деревни или твоего города, это управляющая ЖКХ-компания, которая тебе делает или не делает ремонт и так далее, короче, все здесь завязано. Поэтому быть во вне политики невозможно, в Турции в том числе. На рассмотрение мрот, повышение опять мрот будет, сейчас он где-то 5500 в среднем, или 5200, точно не скажу 5200-500 лир, чуть больше 5000 лир. Внесение произошло, чтобы мрот поднять на 7 с лишним тысяч лир. Казалось бы, 2000 сейчас это уже не особо деньги, не особой разницы ты чувствуешь какой-то, ну, для пенсионеров, для социальных выплат, это, конечно, очень важно. Все еще, было возгорание опять у нас, блин, в доме в Стамбуле, в азиатской стороне, в одном районе, загорелась там вроде как шахта лифта сбоку дома, или там лестница какая-то, в общем, это там пространство нежилое прям, и оно всполыхнуло просто с первого до 25 этажа, просто факел огня, это в многих телеграммах, в пабликах, в новостях даже международных очень форсилось, потому что возгорание прошло быстро, сразу же начались вопросы, а вдруг это теракт, а вдруг это какой-то спланированный поджог, а как так быстро оно загорелось, но никто не пострадал, людей из дома эвакуировали, это потушили, возгорание, как они объяснили, уже в новостях официально произошло, потому что там был какой-то ремонт, задействована некая краска, там все, типа, прокрашено было, произошло какое-то замыкание возгорания, то есть это не поджог специально, это не все, не установлено, то есть никаких причин таких человеческих специальных провокаций, терактов, типа, не было, и загорелось все это так быстро, потому что там в шахте тянулся кислород, возгорание красочных каких-то вот этих веществ произошло, и так быстро сполыхнуло, там загорелось очень быстро, распространился огонь, ну, слава богу, квартиры у людей не пострадали, ну, в том плане пожаров таких не было, никто из людей не пострадал, но это очень высокий небоскреб, высотное здание. Вот такие новости Турции на данный момент, я буду стараться чаще снимать такие выпуски, вы мне делали запрос на это, я прислушаюсь к вам, пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки на видео, это очень продвигает мои видео, они становятся более популярными, и больше людей могут посмотреть, ознакомиться с информацией, новостями в Турции. Спасибо за внимание, за ваши лайки, если кому-то нужна консультация моя как психолога, в инфобоксе, я вообще-то психолог, да, в инфобоксе под видео моя почта, или кому нужна консультация по переезду в Турцию, задать какие-то вопросы общие и базовые, тоже можно сделать, организовать такую консультацию. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.